Они находятся на втором этаже, наверху. Я работаю как раз с художниками актуальными, современными. И не могу назвать свою галерею патриотичной. Она работает как с российским искусством, так и с искусством европейским. Я планирую дальше показывать нескольких венгерских художников, художницу из Лондона, Британии, и показывать российское искусство, которое вставляется на международной сцене. Спасибо. Дорогие товарищи, я рад, что появился такой прекрасный объект, такое прекрасное помещение, такие выставки у нас в городе. Потому что, в принципе, если вы хотите думать о том, чтобы у нас были туристы, чтобы у нас о нашем городе знали, вот такие объекты должны у нас появляться. Я очень благодарен, что он предоставил хорошее помещение. Конечно, маленькое музей, но оно есть. И я выставил часть своей коллекции, и я очень его благодарен. И я думаю, что когда наши руководители здесь будут, посмотрят, и, может быть, что-то прорежется у них, что в городе для того, чтобы был туризм, необходимо создавать объекты, а не надо делать какие-то совещания, еще что-то. Должны быть объекты, куда могут приезжать люди со всего мира. Вот если бы мне, например, просили, я скажу, предоставили помещение около трех, ну, четырех-пяти тысяч миллиардных метров, можно было бы создать музей, которых, ну, по крайней мере, только в Москве что-то есть. Хороший музей, ну, понятно, академические, которые собирались еще с Петра Первой. Можно было бы сделать такой музей, что от Москвы до Владивостока ничего подобного не было. Ну, и я очень еще раз хочу сказать, благодарю нам, что он нашел помещение и предоставил его для моей выставки.